Дорожная полотна Дорожная разметка начинает наноситься, когда температура больше 15 градусов, влажность не более 85%, дорожная разметка у нас в основном наносится краской, гарантийный срок не более 3 месяцев. Есть, конечно, у нас новые технологии, это термопластик, это холодный пластик, но в аукцион, которые включены у нас дороги, нанесения, разметки, у нас идет краска. То есть краска, она наиболее дешевая. Мы смотрели по закупкам в других городах, это Тюмень, Новосибирск. В краску в других городах еще включаются микростеклошарики. Это для лучшего отражения, светоотражающая поверхность, чтобы более была заметна на дороге. Ну, у нас как-то стеклянные шарики не включают. То есть мы сейчас... Тоже экономим? Да, тоже экономим. Ну, экономим на своих, получается, жизнях. Потому что дорожная разметка, она сохранила больше жизни, чем те же ремни безопасности и подушки. То есть за все время, более ста лет сейчас она уже наносится на наших дорогах. И дорожная разметка, понятно, что зимой она стирается больше. У нас шипы, у нас другие эксплуатационные условия, минусовая температура и техника, которая убирает зимой, она, конечно, тоже стирает разметку. Но вопрос тут в другом. Если у нас мы тратим примерно в год 9 миллионов, за прошлый год, по-моему, около 9, а на этот год выделено 9,5 миллионов на разметку, штрафов приходит на мэрию 32 миллиона. То есть можно было, по идее, заложить уже около 30 миллионов на ту разметку, которая будет держаться больше года. На ваш взгляд, что нужно изменить, на каком уровне, чтобы наши дороги, в том числе и с точки зрения разметки, стали более безопасны? Дорожная разметка – это прерогатива городской администрации. То есть менять нужно, прежде всего, подход городской администрации к дорожной разметке. Если раньше как-то не выделялись деньги, то теперь деньги выделяются на дороге. Вы видите, в прошлом году дороги были разбиты совсем, в этом году состояние дорог удовлетворительное, то есть на которые уже сейчас можно наносить разметку, и не надо будет повторную снимать и наносить там в конце лета или в середине лета. Вы, общественность, обращается, потом уже прокуратура выпишет предписание, ну, что мало денег, что не стоит экономить, что нужно вместо краски использовать, например, более стойкий материал, о котором вы говорите. Вот как вот это донести? Что для этого сделать нужно? Обращаться, стучаться. Ну, наверное, вопросы к нашим депутатам, горсоветам, к новому САЗУ, которые будут работать, но это уже на следующий год. Вот здесь, наверное, и предписание прокуратуры, и мы будем действовать как общественники, обращаться к мэрии. Ну, бюджет уже заложен, наверное, уже на следующий год, потому что такая тенденция, что закладывается одна сумма, потом штрафуется на большую сумму, она ведь не одного года, то есть это идет один, два, три, четыре года. Конечно, у нас мы прослежим тенденцию повышения финансирования той же разметки, то есть где-то за восемь лет она в два раза выросла, то есть от четырех с половиной до девяти с половиной миллионов, но этого все равно мало, потому что дорожная разметка — это, прежде всего, безопасность наша, наших детей, это сохранение жизни. Спасибо большое, что нашли время, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. А я напомню, что в этой студии о проблемах дорожной разметки, безопасности на дорогах мы говорили с представителем Общероссийского народного фронта, координатором проекта «Убитые дороги» Юрием Корниенко.